Состояние экономического климата, исходя из различных показателей, специалисты оценивают по девятибальной шкале. Эстония по итогам третьего квартала оказалась в середине с индексом в 5,1 пункта, так что в целом экономическое состояние в стране можно считать удовлетворительным. Наиболее стабильным считается положение в торговом секторе, а вот в строительном так называемое чувство уверенности снизилось за счет уменьшения заказов со стороны государства и местных самоуправлений. Дальнейшее развитие эстонской экономики во многом определяется положением партнеров по экспорту, которые, по данным Института конъюнктуры, ожидают улучшений во второй половине года. Российские санкции напрямую ударили лишь по 4% эстонских предпринимателей, но затронули интересы в той или иной степени 30% бизнесменов. И это несмотря на то, что в общей структуре эстонского экспорта на Россию приходится лишь 11% товаров и услуг. По данным за 2013 год экспорт Эстонии в России в денежном выражении составил 1,3 млрд евро. Из них 1,1 млрд приходится на реэкспорт. То есть 77% из экспортного товара мы не производим сами, лишь перепродаем. События на Украине серьезно отразились на рыболовной отрасли Эстонии, которая была связана с рыбообработчиками Крыма и Луганска. Проблемы в туристическом секторе России и снижение платежеспособности россиян из-за уменьшения курса рубля по отношению к евро не могут не затронуть интересы туристического сектора и в Эстонии. Что касается наиболее важных проблем для производителей, то они в Балтийском регионе несколько разнятся. У каждой из трех балтийских стран есть своя так называемая болевая точка. Несмотря на то, что мы находимся в одном регионе, для Эстонии, по мнению предпринимателей, узким местом является отсутствие достаточной квалифицированной рабочей силы. На это обратили внимание 24% опрошенных. При этом, к примеру, в Финляндии эта проблема лишь для 2% работодателей. Зато в Литве и Латвии серьезной проблемой является коррупция. Потребительскую уверенность в третьем квартале несколько поколебали пессимистические виды на экономику. И хотя большая часть семей отмечает, что их экономическое положение остается на уровне прошлого года, рачительность и накопление стали расти. Если год назад 35% семей откладывали на черный день, то, по новым данным Института конъюнктуры теперь таковых уже 44%. Наталья Малюс, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.